Благодарю Бутагост. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые телезрители. Мы начинаем прямую трансляцию с информационной площадки Службы Центральных Коммуникаций, темы сегодняшней пресс-конференции, подготовительной работы к пятым всемирным играм кочевников. Харлкун, Хурмета Арптестер, Хурмета Телекурермен, Казахстан Республика с президентом Жан Дагурталх Коммуникациялар, Хазметның Ахпарат Тагалангна Кошкелдіңіздер, Бұңғы баспасасас Маслыхатның Тахырба, 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарына дайындық жұмыстары туралы. Ал аңымыздың құрмет спикерлермен танцы болыңыздар. Жараспаев Серік Маратулы, Қазахстан Республика с туризм және спорт вице-министрі. Нораф Найил Фаритулы, 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарын дайындау және өткізу жөндегі дирекция башысы. Ешентаев Тастанбек Котшанулы, Қазахстан Республика сұлттық спорт қамдастығының вице-президенті. Алғашық сөз кезегі Серік Маратулы өзіңізге берілет. Салматыспа, құрметті бұқарылық ақпарат құлдарын өкілдері. Сіздерді біріншіден кележатқан өздеріңіз Қасипе-эмерекеңізден құтықтайын осы мүмкін тұпадалауын отырып. Екіншіден мұна бүгінгі біздің тақырып ойынша біздің ақпаратпен таныстыруға рұқсат етіндер. Өзіңізгі мәлім осы жылы 8-13-40-йық аралығында елімізде 5-ші дүниер жүрлік өшпенділер ойындары өткізгіндеп жатыр. Бұл ойындар тікелей президентіміз тапсырмасы бойынша қазақ еліне бізге әкелінім жоспаралам жатыр. Олар екі жыл бұрын езінек Түркиеде, езінек қаласында өткізгін кезінде, рәсімей түрде олар біздің Қазастан елімізге беріліп, өшерде өткізілейін деп жоспаралып жатыр. Жалпы қазіргі уақытта ойындар 21 спорт түрлерінің бағдарламасы өткізілейін деп жатыр. Негізгі оның шынде жартысы біздің тікелей ұлттық спорт түрлеріміз. Қалғандары көптеген түркілі есі елдердің солардың ұлттық спорт түрлері. Негізгі біздің ойындарымызға жалпы қазіргі уақытта 89 елден делегациялар қатысуын растады. Жалпы 2 жарымыннан астам спортшылар келеп теп жоспаралардың бұтырмыз. Оларға арнайы қазы біз қала әкімшілімен бірлесіп, 32 қонақ үйді дайындап отырмыз. Барлық спортшыларға сосында жағдайлар жасалынып, жасалып жатыр қазіргі бақытта. Солмен қатар енді спорттық инфрақұрымда айтатып олсақ, бізде астана қаласында бұл бір сызық, линеялық концепциясы қолданымы жатыр. Ол біздің әсіресе бір көшілді тұрған қабанбай мен туран көшілді тұрған спорт нысандары осыған арнайы пайдауланайын деп атыр. Оларын жеті негізгі біздің спорт нысан, оларын бірі өл астана арена, о жерде салтанаты ашылу рәсімі өткізілендеп жатыр 8-шық ұрқи өкті. Келесі ол біздің жекпе-жек сарай көрес тұрған жақсылық үшкен керіп атындағы жекпе-жек сарай. Сонмен қатар женгі атлетика манежі, акредиациялығы арналған. Сонмен қатар әрине біздің ұлттық атспорт түрлерді өткізу үшін қазіргі вақытта Астананың қазанат ипадромы жалпы реконструкциялары өтіп, сөзерде өткізейм дейіп жатырмыз. Сонмен қатар тағы да дұман қонақ үйіміна ойын қабілетіне байландысы спорт түрлерінен өткізілетіні болады. Сонмен қатар бірге ғал қаралық бізде ғылыми тәржібе конференция болан деп түрлерінен үш бағыттан тұрып. Спорт ғылым, тарих және мәдене және көшпенділер ойындарын тағамдары туралы осына тақырыпқа арналын жатыр. Ол бізде Қазастанның ұлттық музейінде өткізілетін болады. Жалпы негізгі ақпарат осыны бізде дәғдайта кететін осы өткізіліп жоспарлаватқан 5-ші дөнежілік ойындарына біз тікелей жұмысты президент әкімшімен қадалғымен жасап жатырмыз. Әрдайы маптасайын бізде осы сұрақтары ғарналған арнайы құралған штаб отырсы өткізіп жатыр. Арнайы осы ойындарды өткізі үшін бізде дирекция құрылды. Дирекция басшысы Нұруф Найлфарич өзіңізгі белгілі, тәржібелі маман кезінде Азиады ойындарын тұрағасы болды. Сонымен қатар, дүниежізілік универсияданы өткізген боксы. Қазіргі бақытта мүне осы үлкен ұлттық спорт түрілері арналған додан өткізейін деп жат. Сонымен қатар, осы ойындарында өткізі үшін атсалып жатқан бізде ұлттық спорт түрілерін қалымдастығы бәріміз бірге сол федерацияларды жинап, дайындық туралы, немесе ережілер туралы, әр дайын біз осында жиналысында өткізіп, өткізіп, соны бүгін біздің қандай жұмыстарды атқарып жатырмыз деген ойда осы бүгінгі мұқырау қақпарат құралдарды шақырып осы қазмедиа аясында сізге рахмет үлкен осы жұмысты жеткіземіз деп тұрсып жатырмыз. Рахмет баендамай әрталса келесе сізге зегна или фаритол наберле, да? Кайрадакон, добрый день, уважаемые участники брифинга, уважаемые зрители. Сегодня Организационный комитет определился с основными организаторами, партнерами, пятых всемирных игр кочевников, в том числе сегодня окончательно принято решение по генеральному спонсору и по генеральному партнеру игр. В качестве генерального партнера пятых всемирных игр кочевников выступил лидер финансовой отрасли нашей страны Халыкбан Казахстан. В качестве генерального спонсора пятых всемирных игр кочевников выступил производитель электротехнического оборудования компания «Аллогеум Электрик». Средства, выделенные нашими партнерами, будут направлены сейчас в первую очередь на выплату призовых. Как вы знаете, все победители и призеры пятых всемирных и веркочевников традиционно получат призовые выплаты от организационного комитета. Кроме этого, помощь наших партнеров будет направлена на приобретение авиабилетов для гостей, приобретение сувениров, выплату гонораров спикерам научной программы, также выплаты участникам культурной программы, которые приедут к нам из-за рубежа и помогут нам наполнить культурную программу пятых всемирных игр кочевников. Естественно, главное сегодня в части финансовой поддержки – это выплаты призовых. Общая сумма призовых на пятых играх кочевников всемирных составит 253 миллиона тенге. По каждому виду спорта призовые будут индивидуальны. В командных видах, в первую очередь это кокпар и кокборо, победитель игр получит 10 миллионов тенге, команда, занявшая второе место, получит 6 миллионов тенге, и за третье место бронзовый призер получит 4 миллиона тенге. В индивидуальных видах спорта победители, обладатели золотых медалей получат по 500 тысяч тенге, второе место будет награждаться в размере 300 тысяч, и бронзовый призер получит по 200 тысяч тенге. Победители индивидуальные, более весомые призы получают традиционно спортсмены, выступающие в конных видах спорта. В гладких скачках победитель получает 2 миллиона тенге, в скачках журга, кунан байге, топ байге по 3 миллиона тенге, и победитель валаман байге получит 5 миллионов тенге. Также, естественно, традиционно все победители и призеры игр получат уникальные медали, которые разработаны и изготовлены специально для пятых всемирных игр кочевников. Автором дизайна игр является наша отечественная дизайнерская студия Global Nomads, изготовила медали компания Promo Prestige. И сегодня я с удовольствием представляю впервые зрителям медали пятых всемирных игр кочевников. Здесь представлены все три номинала. Медали изготовлены из бронзового сплава. В центре медали располагается логотип игр. Это солярный человек, символизирующий движение вперед, символизирующий стремление к победу, к успеху. Контуру медали выполнен в символе нашего национального, наш национальный символ Шанрак окаймляет контур медали, что тоже также является такой оригинальной идеей. Особое место занимает в медали лента, которая выполнена в нашем фирменном стиле в цвете сердолик. На ней располагается памятная лента, которая несет в себе информацию о месте и времени проведения игр. В заключении своей презентации хочу, конечно, пожелать всем участникам, всем гостям, которые сегодня готовятся к участию к играм, стать обладателем одной из этих медалей, что станет таким очень большим успехом, а эти медали позволят сохранить память о пребывании в Астане. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Вестнию с Кизет Джанар Сердалин отправила свои вопросы. Сколько спортсменов и каких почетных гостей Всемирных игр кочевников в целом планирует принять Казахстан? Мы изначально планировали принять порядка 4 тысяч гостей из более чем 100 стран мира. Но исполняя поручения главы государства об оптимизации расходов, количество спортсменов уменьшено. И сегодня мы готовимся принять чуть более 2 тысяч гостей. Сегодня, я повторяюсь, мы получили уже подтверждение от 89 стран. Поэтому будем ориентироваться на эти цифры. Еще мы оперируем цифрой порядка 100 тысяч гостей. Это гости, которые относятся к категории туристов, как из-за рубежа, так и наших внутренних туристов. Спасибо. Байс Ньюски за Джанар Сердалин. Второй вопрос. Какие объекты в городе Астана планируется использовать для проведения Всемирных игр кочевников? Я напоминаю, что в инфраструктуру 5-х Всемирных игр кочевников входит 7 объектов. В первую очередь это ипподром Казанат, ледовый дворец Алау, дворец единоборств имени Жаксалыка Ушкемпирова. Также гостиничный комплекс Думан, где пройдут соревнования по интеллектуальным видам спорта и национальный музей, где пройдет научная программа. Также к инфраструктуре мы относим легкоатлетический комплекс Казахстан, где будет размещен аккредитационный центр. Рахмет, 24-й, Ануар Абдрахманов. Какие вопросы в Астана-Арене? Наил Фреевич, добрый день. Вопрос у меня к вам. У меня два вопроса. Первый вопрос касается Астана-Арены. Вот как-то вот не было все это время четкого понимания, что с ней, на каком этапе ремонтной работы, насколько они готовы к тому, чтобы принять открытие игр кочевников, и всех, конечно, казахстанских болельщиков футбола еще волнует, сможет ли после принятия церемонии открытия стадион принять 6 сентября матч Казахстан-Норвегия. Это футбольный матч. Какого числа? 6 сентября. Давайте по порядку. Относительно стадиона Астана-Арена. Как вы знаете, это самый большой стадион в нашей стране с максимальной вместимостью. Да, была определенная дискуссия, где проводить церемонию открытия, но все-таки организационный комитет остановился на этом стадионе, потому что формат, масштаб, значимость пятых всемирных игр кочевников все-таки заслуживают того, чтобы церемония открытия состоялась на главной спортивной арене страны. Стадион Астана-Арена относится к категории объектов достаточно новых. Он был построен не так давно, 2008-2009 год, был введен в эксплуатацию. Да, есть определенный износ объекта, и было принято решение специально к играм кочевников привести его в порядок. Вообще, я напоминаю, что специально к играм кочевников не строилось и не строится новых объектов. Это была принципиальная позиция. Но в то же время надо понимать, что такие проекты, как Всемирные игры кочевников, это такая возможность привести хозяйство в порядок. Это такой повод отремонтировать те объекты, которые того уже требуют. Это, в первую очередь, Астана-Арена и Ледовый дворец Аллау. Благодаря играм кочевников эти объекты приобретают новую жизнь. Поэтому футболисты, любители футбола, чье мы мнение, естественно, очень ценим, они не должны на нас обижаться, что международный календарь футбольных соревнований, футбольных матчей, он претерпел изменения. Да, и, конечно же, 6 сентября матч на Астана-Арена футбольный не состоится. Но в то же время, еще раз говорю, наша национальная федерация, наш клуб, ведущий Астана-Арена, получат обновленный стадион с новым футбольным покрытием последнего поколения. А вы контактируете с федерацией футбола по этой теме, да? Уже обсуждали, доносили эту информацию лучше. Ануар, я прокомментирую, если решишь. Давай. Значит, мы неоднократно перед тем, как приняли окончательное решение по поводу Астана-Арены, и, естественно, следили за событиями, которые в мире футбола происходят. Вы знаете, что жеребьевка у них была достаточно недавно, и у нас не было времени, чтобы ждать их решения. На самом деле, мы предусмотрели вариант «Б», и он сейчас вступил в реализацию. Все игры, по которым сейчас наша национальная сборная уже определилась, будут проходить, по крайней мере, в осенний период на центральном стадионе города Алматы. Для этого акиматам Алматы все необходимые работы и средства уже заложены и проводятся. Спасибо. И, Игорь Валерьевич, еще один вопрос. Глава государства говорил о необходимости сокращения расходов на проведение этих игр. Вот если говорить о конкретной сумме, насколько она сократилась, на какой процент и какой сумме сейчас идет речь? Изначально бюджет пятых всемирных игр кочевников рассчитывался по консервативному принципу. То есть он был достаточно сжат изначально. Я хочу напомнить, что бюджет игр кочевников в 20 раз меньше бюджета седьмых зимних азиатских игр 2011 года и в пять раз меньше бюджета всемирных студенческих игр 2017-х годов. То есть это вот такая красноречивая характеристика размера наших трат. Но, тем не менее, мы, несмотря даже на вот такое незначительное положение, мы приняли к исполнению поручения главы государства. И считаем, что мы неплохо с этим справились. Значит, да, нам пришлось пожертвовать некоторыми параметрами спортивной программы. Мы отказались от некоторых весов в видах единоборств, отказались от некоторых стилей, опять-таки, в видах борьбы. Мы отказались полностью от одного вида спорта – это корейская борьба с форм. Мы сократили расходы на рекламу. Мы сократили расходы на международное присутствие в культурной программе. И некоторые другие параметры нашего бюджета претерпели изменения. В общей сложности бюджет игр был сокращен на 1,7 миллиарда тенге. Спасибо. Спасибо. Добрый день, у меня такой вопрос. Вот осталось два месяца до масштабного спортивного мероприятия. Вот на данный момент какие работы проводятся, как идет подготовка? Можете остановиться и ответить? Спасибо за вопрос. Работы проводятся ежедневно, как я отметил в выступлении. Сейчас на площадке Акимата и нашего создан один оперативный штаб. Создана дирекция, которую сейчас Наил Федорович возглавляет. Все сотрудники уже приняты. И мы ведем полноценную подготовку по формированию заявок от стран. 89 стран подавал свои заявки, мы их обрабатываем. Б. Мы ведем подготовку нашей национальной сборной команды страны. Это немалым около 200 человек, которые будут выступать во всех 21 видов спорта. Этим занимается непосредственно подвесная организация Министерства туризма и спорта, Центр национальных и конных видов спорта. Затем мы ведем работу совместно с Ассоциацией национальных видов спорта. Мы ведем работу с федерациями по определению и доведению правил до тех, кто принимает в нас участие. Дело в том, что ведь с разных стран принимают, они же не у всех у них развиваются, допустим, те национальные виды спорта, которые у нас уже традиционно считаются. Ну и немаловажный, огромный вклад вносит в работу. Это, естественно, хозяева город Астана, которые все вышеназванные объекты, которые мы сейчас перечислили, ведет их реконструкцию и подготовку. И вы можете видеть, что везде сейчас у нас идут ремонтные работы. Они отчасти направлены также на то, чтобы мы могли качественно встретить все то количество гостей, которые заявились. Второй вопрос, он такой, то есть сейчас вот идут подготовки, да, вы отметили, а вот заранее предусматриваются меры или, скажем так, план дорожного движения, потому что мероприятие будет в сентябре, понятное дело, начнется учеба как у школьников, так и у студентов, что во избежание пробок всяких по этому плану что-то предпринимается? Можете отметить, ответить? На одном из штабов, спасибо за вопрос, очень важный вопрос, на одном из штабов у нас поднимался этот вопрос в части загруженности города и трафика в начало учебного периода. Сейчас, значит, нами по поручению администрации ведется переговоры с Министерством просвещения и образования и науки. О чем идет речь? О том, чтобы в этот период… Есть два варианта развития событий. Либо мы переводим школы, которые находятся на вот этой линии, вот мы называем его линейный подход, да, все спортивные объекты находятся на двух улицах – Кабанба и Турана. Мы либо их переводим в онлайн-формат обучения, там у нас есть один университет и где-то порядка пяти-четырех школ, колледжев и садиков. Либо мы их переводим в онлайн-формат, либо мы оттягиваем именно по городу Астане начало учебного периода. Об этом сейчас мы активно обсуждаем и буквально мы должны где-то на следующих неделях, на следующих заседаниях штаба принять решение о том, чтобы мы какой-то из этих вариантов примем. Естественно, чтобы еще разгрузить этот трафик, мы сделали такой подход, называется он «Шаттлбасс». У нас более 130 единиц обслуживающего автотранспорта, который у нас дирекция в аренду взяла. И весь этот автотранспорт будет курсировать между гостиницами и спортивными объектами, снижая, минимизируя нагрузку на транспорт. Плюс, пойдя навстречу этим всем моментам, мы передвинули официальное начало соревнований, с 9 утра у нас было по графику, мы сейчас их будем начинать в 11 утра, дабы не помешать и не быть в фотоке с теми людьми, которые едут на работу. Спасибо. А вот смотрите, можно такой уточняющий вопрос? Закрытие улиц Турана, Кабамбай, Батыра не предусматривается? Данный вопрос пока не предусматривается. В силу того, как я уже сказал, мы шаттловую систему запускаем, переменяем время начало соревнований и на обсуждение ставим вопрос о переносе начало учебного сезона. Понятно. Спасибо. Рахмет, Халовына, Айнар Шушаева. Рахмет, Халовына. Рахмет, Халовына. Продолжение следует... 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 Я думаю, что в основном, мы с вами находимся в Астане, которые были в Астане, которые были в этом тематике, Но в этом году мы получаем билет. Но мы получаем билеты на украшем. Какие билеты получали? Какие билеты получали? Какие билеты получали? В последнее время мы получали 500 билет. Мы получаем билеты. Какие билеты получали билеты? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...